платье который мы пересняли выкройку мы сейчас талию чуть-чуть вниз опустили потому что не на месте талия находится и нам нужно талию поднять на три с половиной дайте сказала сейчас и низ убрать по переду на 5 сантиметров и будет тогда все нас устраивать и ты хотела теперь задам повернись так же как и по переду сделать а теперь возьми приподними как так было вот это платье на талию ну как вот оно изначально было просто покажешь что о чем мы говорим ищут этим сильно так наплывает и получается что как-то талию вообще убирает хотя у нас есть все красиво все хорошо чуть легкая коррекция выкройки и все а так в принципе я не вижу чтоб она была у тебя на размер там больше можно конечно более облегаемая по груди ну можно и не делать в общем-то только мы талию на три с половиной поднимаем и только перед вот тут по вогнутой линии на 5 сантиметров так все великолепно замечательно можно оставлять у него влюбились купили хотим намножить их много чтобы еще какие-то модельки создавать что мы сделали мы сначала с тобой соединили плечо и от плеча по кругу соединили лавочками горловину и росток и соединили наш боковой уложили вот так вот на столе вверх бокового и низ бокового и подскалывали вот так булавочками и потом вот здесь прокололи соединили наши проймы а теперь мы будем переносить эту выкройку на выкройку потому что я думаю что я могу так просто ровно положить и переснять но смотрю что тут производитель немножко подшаманил с какой-то стороны выкройки этому нам не может не очень так хорошо и лечь вот сейчас прообраз делаю того чего мы сейчас будем делать а теперь мне надо будет кусок наверное вот это два раза его скрыть и сейчас я буду накладывать и мы сейчас вместе будем с тобой сейчас переснимать выкройку вот сейчас мы снимаем нашу переднюю половинку положили нашу бумагу и смотри мне надо чтоб оно так легло как оно хочет лежать вот я сейчас по вот этой ширине максимально буду идти здесь стяжка самой резинки но это цельное полотно да без шва а вот эту часть смотри я вот так вот сейчас это сюда подвигаю чуть-чуть на груди растянулась ослабляю вот эту вот часть спинки чтобы она даже если она вдруг растянутая хотя это новое платье чтобы тут никакая погрешность четко четко сейчас если я так прижимаю чтобы даже на миллиметр больше не убрала да вот оно без напряжения лежит и я сейчас вот так вот прорисовывать где у нас боковой шов я пока рисую уже с готовой окантовкой и вот этот шовчик а теперь вот это прижимаю давай на всякий случай счастливую вот этой вот пояса якобы до пояса сейчас отметим вот я сейчас вонзаю делаю там дырочку на самой бумажке и теперь вот так вот придерживаю и так вот вот как оно хочет ложиться так оно сейчас и легло вот так вот дорисовываю вот где шов был плечевого я вот так вот ее переношу два стопарика и вот ширина нам готова теперь я восстанавливаю нижнюю часть и мы сейчас вот эту часть сюда это вот как она захотела так что мы делаем мы с тобой дальше выкладываем нашу вот эту вот часть переда и мы ее кладем так чтобы она а кто мне вот так накалывает мне надо чтобы совместился припуск видишь мне надо чтобы совместился хорошо вот здесь мы устаканили все потом вот эти прокололи давай еще раз покажем как должно быть проколота вот булавка перед швом с одной стороны и с другой стороны четко в шов не возле не рядом а прямо четко в одном месте хорошо потому что перед этим неправильно наколола а я не увижу четкую линию потом смотри вот это когда присборка в общий вид показать когда тут присборка мне надо просто ее распрямить поставить по вот этим точкам вот где перед мы с тобой положили где вот это вот наша точка бокового дальше я распрямляю и дальше я уже подхожу мы сейчас вот эту продлим линию просто растянем вот и мы сейчас просто расправляем длину и придвигаем ее вот сюда вот вот этой стороне смотри тут какая линия она получается в бедре расширяется а там слегка заужается и расклешается наверное и либо оно растянулось сейчас посмотрим что нам сейчас скажет и сама линия там не отсюда пока так видно скорее всего что она просто должна быть просто тупо прямая линия должна быть я думаю что тут производитель так бы заморачивался с такими линиями так и вот перерисовываем вниз да и прокалываем вот здесь булавками вот тут где ровно лежит и мы с тобой чиркаем наш бумажку вот такой булавочкой все одна часть выкройки у нас переснято давай мы сейчас сразу же найдем эти вот проколы которые были вот они вот они вот они вот прокол и вот видишь ты тут рукой проводишь видните выпуклости вот я думаю что можно спокойно первое 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 может делать там как расширенное меня сейчас с тобой будут увидеть вот сейчас пока вот эту часть видишь она как идет как раз к решению вот она как идет на самом деле вот она а здесь получается что стянута талия это легкая легкая трапеция вот эту линию я совмещаю вот она пошла по точкам но пока я ее проведу в прямую а сейчас заднюю половинку построим посмотрим что ну в общем тут погрешности в крови как-то сразу в половину так сейчас пока оставляем это переносим вторую часть пока пауза мы выкладываем к этой линии заднюю половинку вот вложили все разровняли без напряжения все лежит и крестик я здесь сделаю по боковому шву наприсовываю проймочку горловину и вот то же самое движение я придавливаю покажи поближе вот давила и как оно хочет это можно чуть подвинуть и как оно хочет плотем здесь очень важно чтобы оно разложилось как хочет но вот это растяжи растянулось видишь вот вот эта часть очень хорошо показывает как оно должно изначально лежать и линию плеча потом усредним эти линии все ширину четкую найдем потому что плюс-минус может как эта ширина уходить теперь возвращаем а видим здесь что хорошая трапециевидная линия расклешение ну просто расклешение по боковому шву трапеции еще рано что вот так да и дальше ее как раз справляем вот так вот ровненько она лежит да можно еще раз линию талии наметить и дальше расправляем вот эту большую часть просто как растягиваем и расправляем так вот 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 Ну, и берем бумажку. Можно даже вот так. И теперь еще один ту сторону. Там уже нам ничего не важно. Но главное вот это вот. Разложить, как она хочет лежать. Здесь тоже все очень как-то загадочно, кривовастенько. Ну, ладно. Так уже есть. Здесь обыкновенное раскрешение по боковому шву, не более. Никаких там прогибов нет. Это просто погрешность кроя. Скорее всего, была какая-то. Ну, это, в общем-то, и все. Сейчас будем это все брать и в одну... Ну, в общем, будет и передняя, и задняя половинка. Мы сразу слышим, что это зад, а то будет перед. Как еще определить, где зад, и перед. Вот это лейбл всегда чаще всего сзади. Пока мы это все не раскалываем, мы сейчас дальше работаем с вот этой вот выкройкой. Так, что у нас вот эти вот линии переносим. Сейчас усредняем это дело. Вот это все, вот наша боковушка. Да. Да, да, да. Вот просто. Трапецируем на линии. По идее, должно было быть вот там. Или давай сейчас будем что-то с чем-то усреднять. Чтобы боковой там тоже как-то был прострочен. Начиная от этого. Средняя между линией. Одна дальше, другая ближе линия. То есть вот такая волна пошла. Ну, вот так вот в эту точку я введу. Вот тебе эта линия талии получается. Где мы будем растрачивать, ну, растрачивать нашу вот эту резиночку. Сейчас посмотрим. Та деталька, которая более красивее ложатся линии, то у нас будет основная. Мы ее, например, вырежем первой. А будем потом... Да, все-таки мы спинку первую будем сейчас вырезать, потому что там немножко растянулось. Вот тут по ширине груди сама ткань. Здесь у нас тоже с тобой прямой угол. Вот здесь. Просто плавним вот эти вот все линии. Вот. И сейчас вырезаем ее. Сейчас я тебе еще внизу вот тут доведу линию. Вот эту. Здесь тоже, чтобы хвостик хорошо смотрелся, он должен слегка по плавной вот этой линии идти. Без прямого угла здесь? Да. Нет, вот тут должен быть прямой угол вот здесь. А здесь плавним, плавним. Вот просто выводим более плавную, красивую линию. Вот теперь вырезаем. Четко по точкам. Мы переднюю половинку обрисовали. Здесь, пожалуйста, прямой угол. Плавно свели горловинку. Приложили вместе, посмотрели, что плечевые тоже должны быть в одинаковом... Ну, по крайней мере, расстояние, ширина плеча должна быть одинаковая. Вот. Нашли эту линию. Плавно свели. И сейчас мы уже поняли, что здесь уже у нас просто прямая линия без каких-то там изгибов. Вот, просто сейчас ее... Или можем даже вот эту тоже примерно так приложить. Вот. Четко-четко, видишь, вот она идет. Вот смотри, как здесь хорошо прослеживается. Смотри, я просто ее приложила, вот. Видишь? Вот. По переду шире. Да. Ну, наша гурная клетка все-таки. Ну, хорошо. Можно даже здесь особо даже для нее не пользоваться, а просто положить вот эту точку сюда, и вот сюда ее обрисовать. Некие используют вот прижимки. И это можно будет вырезать. И можно уже кроить. Кроить? Да. А потом уже по выкроенному мерить, да, и совмещать. Посмотри, сейчас единственный момент, какой еще. Сейчас посмотрим. Вот так. Мы приложили два боковых, и смотрим, что вот эта линия была максимально плавная и красивая. Вот это вот залог красивых вот этих вот платьев. С хвостами. С хвостами, да. Платья с хвостом, да. Ну, и просто тут вот плавная линия. Ну, и сюда-то тут тоже должен быть прямой уголочек. Как бы такая, чуть-чуть на волну, да, идет? Ну, на переход такой. Вот здесь прямой угол, а потом он расширяется и удлиняется. Здесь угловатые линии не должны быть, потому что ты все равно их будешь потом плавнуть. Оно будет некрасиво. Ну, это все. Выкройка наша переснята. Единственное, здесь сейчас линия талии. Чтобы она у нас была на одинаковом уровне спереди и сзади. Сейчас просто перепроверим. Да, он даже до миллиметра, она совпадает. Производитель четко настрочил. Поддали резинку. Ну, вот эта линия, в общем-то, вот эта и есть. А что мне делать с моим размером, если мне нужно на размерчик меньше убавить? Ну, сейчас будем думать. Мне желательно, чтобы ты одела это платье. Я тебе это скажу, насколько тебе надо убавлять. То есть, это мы только на мне сможем это сделать? Да. Вот смотри, еще такой момент. Я вот здесь провожу под прямым углом, что это талия. Но боковой, ты видишь, как сильно растягивается, расширяется. Мне же надо, чтобы это была плавная, правильная линия, а не какая-то такая угловато. Если мы вот так угловато настрочим резинку, ой-ой-ой, что будет? Фактически, мы, например, берем тоже пройму под прямым углом, вот так вот. Она же тут раскрешение пошло, как трапеция. Так. Вот это, якобы, линия проймы. И сейчас измеряем, сколько у нас здесь расстояния. Вот. 21. 21, да, и просто вогнутой линии мы сюда вот так вот откладываем. Закрубляем чуть-чуть. То есть, вот здесь будет буквально совсем чуть-чуть, пару миллиметриков. Вот как она идет. То есть, вот эта линия, она чуть-чуть должна как-то, ну, неровная, слегка-слегка закрубляться. Это уровень настрочки. Ну, сейчас оденешь, я увижу, на месте ли у тебя талия, что тут вообще происходит с этим батином, с этим вырезом, ну, со всеми нюансами. Хорошо? Да. Мало того, что ты переснимаешь, тебе надо еще на клиенте увидеть, как оно сидит. Может, там надо какую-то легкую коррекцию делать или более глубокую. Но только ты это можешь увидеть, он может этого не увидеть. Ну, да, на размерчик меньше, на размерчик больше. Там могут быть такие подводные камни, и что? То есть, я не могу из этой выкройки размерный ряд таких платьев сделать. Можем. На какое-то определенное количество сантиметров мы должны увеличить. Ну, давай мы сейчас просто вот тебя возьмем за основу, посмотрим, это на размер меньше или на размер... Ну, почему сейчас будем делать? Сейчас тебе расскажу, я ж только ее увидела. Платье, которое мы пересняли в выкройку, мы сейчас талию чуть-чуть вниз опустили, потому что не на месте талия находится. И нам нужно талию поднять на 3,5, да, я тебе сказала сейчас, и низ убрать по переду на 5 сантиметров. И будет тогда все у нас устраивать. И ты хотела... Теперь задам повернись. Отцовку, в принципе, можно не заужать. То есть, так же, как и по переду сделать, да? Талия оставит на месте. Ага, а теперь возьми, приподними, как была вот это платье на талию. Ну, как вот оно изначально было. Просто покажем, что о чем мы говорим. Я сейчас уберу, уберу. Видите, он сильно так наплывает, и получается, что как-то талию вообще убирает. Хотя она у нас есть, все красиво, все хорошо. Чуть-чуть легкая коррекция выкройки и все. А так, в принципе, я не вижу, чтобы она была у тебя на размер там больше. Можно, конечно, более облегаемая по груди. Ну, можно и не делать. В общем-то, только мы талию на 3,5 поднимаем. И только перед, вот тут, повогнутой линии на 5 сантиметров. А так все великолепно, замечательно, можно оставлять. Вот тут мы сейчас подняли на 5 сантиметров относительно предыдущей линии. Здесь прямой угол минимум 2 сантиметра. И потом плавно свели и чуть-чуть подсняли на задней половинке вот эту вот линию. Чтобы волна была красивая. Да, чтобы волна красивая была. Ну и вот наша талия. Мы на 3,5 ее подняли и ее прорисовали, что это наша талия. Да, вот она у нас. Кружочками, крестиками, чем хотите. Это сгиб передней половинки, это сгиб задней половинки. Вот и все. Больше ничего такого. Все, можно уже крыть. Продолжение следует...